В главном управлении МЧС Тувы прошла пресс-конференция на тему рост бытовых пожаров на территории Тувы. Так, по данным ведомства, всего с начала года зарегистрировано более 350 бытовых пожаров, что превышает аналогичный период прошлого года более чем на 3%. По словам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Александра Байрола, все эти случаи произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности. Население не обучается, плохое обучение населению, требования пожарной безопасности. Хотелось бы обратить особое внимание руководителей, как организаций, руководителей органов местного самоуправления. Обучение населения – это первостепенная наша задача. Последствия возгорания печальны, но их можно избежать, соблюдая элементарные требования правил пожарной безопасности. Как отметил начальник испытательной пожарной лаборатории регионального МЧС Андрей Шишов, за 11 месяцев текущего года на пожарах погибло 11 человек, из них – трое детей. Причиной возникновения пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации кирпичной теплоемкой печи. То есть печь была работоспособная, рабочая, ее топили и оставили на попечение несовершеннолетних детей, взрослые, то есть ушли из дома. Соответственно, печь была смонтирована, выполнена с нарушением права пожарной безопасности, там были трещины. Соответственно, выпал уголек и произошло возгорание сгораемых конструкций детской кроватки. Также участились случаи умышленных поджогов. Если в прошлом году зарегистрировано два случая, то с начала этого года уже 16. По поводу ночного клуба «Горыныч», значит, предварительно там все-таки аварийный режим работы в электросети, но какие-то открываются новые факты, поэтому… Сейчас идет уголовное дело. Уголовное дело возбуждено. То есть, от нас мы предварительную причину написали, им подготовили, техническое заключение отдали, но если какие-то факты будут вскрываться, то, соответственно, уголовное дело будет продолжаться. Кроме неосторожного обращения с огнем, более 90 пожаров произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Так, в большинстве случаев с наступлением холодов электропроводки в домах не выдерживают нагрузки обогревателей. В большинстве случаев для того, чтобы аппараты защиты от токов перегрузки и короткого замыкания не срабатывали, их просто ставят очень мощными. То есть, в домашних условиях могут какие-то промышленные поставить с огромным амперажом, которые просто не сработают. Даже произойдет воспламенение только ведущих жил электропроводки, но аппараты защиты, они не сработают. То есть, вот эти пакетники, автоматы, плавки и вставки, все. В настоящий момент МЧС региона совместно со структурными подразделениями проводят профилактические мероприятия «Отопительный сезон», в рамках которой будут проходить лекции по пожарной безопасности, также будут организованы рейдовые мероприятия. И чтобы не пополнить печальную статистику, спасатели просят жителей Тувы каждый раз перед топкой проверять печи и не нагружать электросети. В Туве стартовал анимационный проект «Твамульт», первым этапом которого были курсы повышения квалификации по программе организации интеллектуально-творческой деятельности детей и подростков посредством использования мультимедийных технологий или мультипликации и устного народного творчества на республиканском уровне. Основной материал для изготовления мультяшек – это пластилин. Отмечается, что анимационный проект в республике набирает обороты. Так, курсы повышения квалификации собрали большое количество преподавателей по изобразительному искусству, информатике, педагогов, методистов, учреждений дополнительного образования и других. Таким образом, организаторы проекта намерены с помощью талантливых участников и дальше развивать в республике анимационные мультфильмы.